Немецкая оборона в районе Карачева была построена по принципу опорных узлов. Пытаясь задержать выход наших войск к городу, командование вермахта возлагало особые надежды на сильно укрепленную станцию Хатынец. Но ночным штурмом 10 августа 1943 года к пяти часам утра советские войска овладели ею. К исходу 11 августа войска 11 армии генерала Федюнинского заняли позиции с северо-восточнее Карачева по реке Лютая. Дальше дорогу преграждала высота 246,1. С этой господствующей высоты вся местность просматривается в радиусе 15 километров. Высоту обороняло два немецких батальона пехоты, 8 танков, 15 противотанковых орудий, а поддерживало их огнем 4 артиллерийских дивизиона. В 3 часа ночи 15 августа танки 17 механизированной бригады подошли к окраине Карачева. А в 5 часов утра бойцы ворвались на восточную окраину города. К 7 часам утра Карачев был полностью очищен от немцев. 15 августа 1943 года. Эта дата глубоко высечена не только на памятниках города, но и на сердцах большинства жителей Карачева, потерявших своих близких в тех страшных боях за родную землю. 22 месяца оккупации стерли город с лица земли и забрали тысячи жизней. Шестеро наших земляков за свои подвиги удостоились самого высокого звания героев Советского Союза. Мы всегда будем помнить тех, кто восстанавливал город из руин, кто возвращал ему жизнь, кто делал его красивее и успешнее. Мы всегда в долгу перед ветеранами ратного и созидательного труда. Почтить память всех, кто отдал свою жизнь, сражаясь на Карачевской земле, пришли сотни жителей и гостей города. В этот день у памятника героям, гвардейцам, танкистам звучало множество слов благодарности за великую победу. Конечно, тех, кто освобождал город, становится все меньше. В этом году своими воспоминаниями о тех страшных днях поделился ветеран войны Василий Корольков. В те годы ему было всего 19, и он уже командовал взводом 84-й стрелковой дивизии. Подошли к Карачеву, осталось 12 человек. По-пластунски, на четверенках, как угодно. А фашисты сделали такие каверзы. Они оставляли смердников, копали траншеи, встретят, бой дадут, положат наших людей. А мы приходится их убежать. Почему они все время были подготовлены в оборонительном положении? А когда он в окопе, тогда дело другое. А когда идешь напрямую, тут у нас потери. А потери действительно были огромные. 5 тысяч воинов Брянского фронта, сотни мирных жителей, сожженные до тла деревни. В память о погибших минута молчания и цветы к подножию памятника. Традиционно в этот день памятный митинг собрал сотни людей и на высотке Аксинина, где находился штаб под командованием героя Великой Отечественной войны, впоследствии маршала Ивана Баграмяна. Именно память привела всех нас на эту легендарную для наших освободителей города Карачьево высоту 246,1. Именно здесь, как на ладони, простирается граница нашего Карачьева в радиусе до 15 километров. И в этот одновременно радостный и скорбный день здесь традиционно звучат стихи и песни военных лет. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Екатерина Зодина, Александр Егоров. События. Карачевский район.